Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Павлов, и я сегодня дежурный по кухне на телеканале Еда. Самая обычная кухня, которую можно встретить у вас дома. Здесь у меня есть плита, есть вот такая замечательная вытяжка, есть духовой шкаф, конечно же, холодильник, полный стол еды. В общем, все, надеюсь, как у всех. Поэтому, дорогие друзья, сегодня я буду готовить, как обычно, что-то, знаете, до боли знакомое, вкусное. Ну и постараюсь все это сделать побыстрее. Владимир Павлов. Поварской профессии более 20 лет. Любит европейскую и паназиатскую кухни. Всегда и во всем придерживается принципа – хорошо делай, хорошо будет. Сегодня я буду готовить запеканку. Опа, вот так вот. Казалось бы, ну, запеканку мы уже знаем. Ну, сколько можно этих запеканок делать? Но на самом деле, ребят, запеканок действительно бывает очень большое количество. И сегодня я буду делать необычную запеканку. Честно говоря, честно говоря, я такую запеканку не ел сам ни разу. Да, вот так получилось. Набор продуктов для этой запеканки максимально простой. Из белокочанной капусты с рыбой. И, короче говоря, сегодня я решил сделать вот что. Я беру сегодня лук, морковь, капусту, соединяю ее с рыбкой, все это дело заливаю сливочками с яйцом, добавляю, конечно же, сыра. И мне кажется, получится очень неплохой результат. Поэтому давайте, дорогие друзья, посмотрим на этот кулинарный эксперимент. Мне кажется, это будет достаточно вкусно, быстро и, конечно, что немаловажно, доступно, ребят. Итак, поехали. Морковь. Морковь чищенная уже. Поэтому морковь я натираю на терочке. К моркови я добавляю лук. Репчатый лук. Смотрите. Полукольцом нарезаю лук. Достаточно тоненько я это делаю. Так. Итак, значит, что я делаю? Вот такая у меня замечательная большая сковородка. Вообще, чем больше сковородка, тем больше площадь нагрева, тем быстрее и эффективнее у вас пожарятся овощи. Поэтому смотрите, какая история. Вот сюда добавляю. И вы знаете, я что подумал-то? Вот у меня здесь еще сельдерей лежит. А, пожалуй, добавлю я еще и сельдерей. Я вообще за сельдерей, если честно. Ну, это опционально, да? То есть будем говорить так, что если вам не нравится сельдерей или у вас его нет под рукой, не обязательно за ним бежать. Основные овощи, которые здесь присутствуют, это, конечно же, лук, морковь и капуста. Сельдерей уже по вашему желанию. Просто у меня сельдерей здесь был. Не знаю, что он здесь делает, но, тем не менее, был сельдерей, поэтому милости просим к нам в сковородку. Теперь капуста, белокочанная капуста, ребят. На самом деле, поделюсь с вами секретом. Есть такие, знаете, вот люксовые запеканки. Люксовые запеканки, которые делаются из капусты, только из белокочанной капусты. Делаются запеканки из брокколи, с лососем. С каким-нибудь сыром с плесенью. То есть это как бы другой уровень, ребят. Но мы до него дойдем обязательно. Но начнем мы с вами с белокочанной капусты, с морковки и с лучка. Понимаете? То есть, как бы, ну, не будем забывать, что есть вот такие вот продукты, и с ними будем работать. Поэтому, ребят, отправляю все. Отправляю все в сковородку. Белокочанная капуста. Белокочанная капуста. Посмотрите, какая молоденькая капустка у меня такая здесь. Убираю у нее кочерыжку. Смотрите, капусту нарезаю тоже тоненько. Капуста, между прочим, очень хорошо сочетается с рыбой. Сейчас, например, в ресторанной индустрии, с учетом импортозамещения, с учетом любви к локальным продуктам, к сезонным продуктам, очень часто в ресторанах используют капусту как гарнир. Делают какую-то, там, запекают капусту, делают какие-то стейки из капусты, делают капусту в различных каких-то там азиатских соусах. То есть, ну, на самом деле, вот с этой всей историей у капусты появилась вторая жизнь. Сейчас я обжариваю овощи, лук, морковь и, как мы уже выяснили, сельдерей. Все, обжариваются у меня пока овощи, поэтому сюда я вот так добавляю капусту. Видите, как здорово? Капусту обжарю до полуготовности тоже. Ее не надо мне сильно жарить, потому что дальше она у меня будет запекаться. Отлично. И если вас смущает все-таки рыба, или у вас нет возможности ее купить, там, не знаю, по каким-то причинам, вы можете, в принципе, не класть рыбу, у вас получится замечательная такая овощная запеканка без добавления рыбы. Значит, есть такой вариант, что можно рыбу обжарить, что я сейчас и сделаю, а можно рыбу вообще положить сырой. Представляете, сырую рыбу кладете, тоненько ее нарезаете, она у вас вообще должна, по идее, пропечься. Но я в данном случае все-таки хочу зажарить, потому что запекать я долго запеканку эту не буду, поэтому мне хочется, чтобы рыба была, у меня такая, прижаренная. А вообще, что касается рыбы, в данном случае у меня филешки, посмотрите, вот такие, они жарятся вообще моментально и готовятся моментально. В данном случае у меня треска. Чем хороши такие блюда, как запеканки, допустим, потому что если, например, у вас какая-то некрасивая рыба осталась, такие, знаете, невзрачные куски, и вы не хотите делать фарш какой-то, да, не хотите с этим заморачиваться, там, мясорубка, все вот это дело, то на самом деле вот такие блюда, как запеканка, они очень спасают, потому что вы можете туда скидывать все обрезки. Так, убираю какие-то явные косточки здесь, которые есть. Можно вот такими кусочками нарезать ее. Вот так. Рыба очень влажная, поэтому, видите, я ее не сильно выжимаю, я просто кладу на полотенце, поэтому вы всегда смотрите, если вы хотите получить хороший жареный продукт, вы всегда мясо или рыбу вы всегда промакиваете через полотенце, чтобы продукт у вас был сухой. Так, ну что, прекрасно. Смотрите, здесь все, у меня уже капуста, посмотрите, готова. Так, ребят, смотрите, значит, в этот момент чудесным образом появился на столе рис. Вот такой рис я сварил, точнее, не я, а мои верные помощники. Вот, вареный рис, заранее сварили рис, да, чтобы не тянуть время. Теперь смотрите, какая история, значит, теперь рыбка. Рыбу обжариваю. С двух сторон обжарю рыбку, просто для того, чтобы у нее такая появилась красивая корочка. Так, ну что, добавляю соль. Добавляю свежемолотый перец. Все, рыбка обжаривается. Рис, ребят, можете брать любой рис. Рис, в данном случае у меня был длиннозерный рис. Можете брать круглозерный рис, потому что рис, он все-таки даст такую, знаете, наполняемость блюду. Блюдо будет немножко такое, знаете, тело придаст рису, он все-таки такой крахмальный. Поэтому рис очень круто. Ребят, у меня вот здесь есть прованские травы. Вот сюда, к капусте. В это время рыба, ребят, рыбка. Смотрите, какая красота. О! Итак, ребят, капуста, смотрите. Значит, капусту я добавил прованские травы. Конечно, также добавляю соль. Добавляю перец. И добавляю рис. Вот так. Перемешиваю. Слушайте, ну круто. Смотрите, как здорово получается. Все, ребят, все. Выдыхаем. Все самое сложное позади. Теперь, смотрите, разбиваю куриное яйцо. Ну, потому что я просто, знаете, в процессе программы захотел яичницу. Конечно же, нет. Ребята, я готовлю заливку. Заливку я готовлю. Поэтому, смотрите, значит, куриное яйцо. Сливки. Размешиваю куриные яйца. Добавляю, конечно же, опять соль. Везде соль. Много соли, много соли. Везде соль, конечно. Сливки. Опять же, не соленые сливки будут, ну, невкусно. Сливки, яйцо, соль. Теперь, ребят, для пикантности, для вкуса, для остринки, легкой остринки, я добавляю свою любимую дижонскую зерновую. Зерновую, заметьте, горчицу. Почему зерновую? Я вам объясню. Мне очень нравится, когда зернышки горчицы попадают на зуб. Они лопаются, и у вас такой привкус становится, знаете, интересный. Поэтому я использую такую горчицу, и не надо бояться, что, ну, как горчица, это же будет остро. Нет, на самом деле, ребят, дижонская горчица, она очень мягкая, деликатная, нежная горчица. Она очень сильно отличается от нашей всеми знакомой русской ядреной горчицы. Поэтому используйте дижонскую горчицу, она вас, ну, правда, порадует. Ну что, теперь смотрите, что я делаю. Значит, теперь собираем конструктор. Конструктор, собираем конструктор. Значит, что я делаю? Я вот сюда тогда кладу форму. И теперь смотрите, значит, выкладываю капусту, ну, вообще, овощи с рисом, да, равномерно. Ребят, никакого майонеза, заметьте. Никакого майонеза, потому что майонез, конечно, творит чудеса, ну, с вашей фигурой. Незаметно, знаете, он такой незаметный друг. Вы едите майонез вроде, все нормально, а потом бац, смотрите, а вы немножко уже округлились. Поэтому, ребят, будьте аккуратны с майонезом. Очень хорошо такие вещи, кстати, заливать соусом бешамель, например, можете бешамель сделать. Или вот такой заливкой со сливками с яйцом. То есть, ну, вариантов, вариантов на самом деле очень много. Теперь, смотрите, я укладываю кусочки рыбки. А здесь вроде все пока у нас по фэншую. Рыбка, овощи, смотрите. Видите, какая рыбка простая. А после того, как за нее взялся Павлов, рыбка стала золотая. Но это не в плане того, что она стала дорого стоить, а в плане того, что она просто преобразилась и стала такой красивой. Значит, теперь, ребята, тот продукт, который вообще скроет вообще все недочеты. Скроет даже, если вы капусту не любите, понимаете. Я добавляю сыр. Вы можете класть любые продукты. Главное, у вас есть сыр. Сыр всему голова, ребят. Как ни странно. Поэтому, смотрите, сырка я добавляю вот прям на рыбу. И в принципе-то, в принципе, можно вообще как бы на этом-то и остановиться. Сказать, что все, все положили. Хватит нам, больше не надо. Но мы не ищем легких путей. Поэтому я предлагаю еще один слой овощей добавить. Смотрите. Ммм, ароматная капуста жареная. С рисом. Но рыба с рисом же нормально. Но рис с сыром же нормально. Но рис с сыром и рыбой же хорошо. Понимаете? Поэтому вообще, в принципе, ну как бы не докопаться. Последние уже у меня идут манипуляции. Теперь, ребят, волшебная заливка. Заливка пошла. Видите, заливка достаточно жидкая. Это сделано специально. Сделано специально для того, чтобы она проникла через все этажи. До самого дна. Понимаете? И тем самым связала все между собой, чтобы запеканка не сильно разваливалась. Она может развалиться, но не сильно. Значит, теперь смотрите, что я делаю дальше. Теперь у меня есть томаты черри. Вот такие красавцы. Что я с ними делаю? Смотрите, я хочу вот так сделать. Я беру томаты, нарезаю их пополам. И вот так вот хаотично эти помидорки я укладываю сюда. Смотрите, у нас с вами, по сути, вот в этой чашке для запекания, вот в этой форме для запекания, продукты практически все готовы. Рыба жареная, овощи прожаренные. Поэтому здесь остается только что, просто эту всю историю запечь. И все. Теперь смотрите, для того, чтобы было прям классно, я кидаю сверху хлеб. Вот так прямо его ломаете. И кидаете куски хлеба. На самом деле, просто у меня здесь резаная булка, но если у вас будут просто куски хлеба, просто их ломайте. И вот так сверху их выкладывайте. У вас хлеб, он подпечется сверху, будет хрустящий. И у вас будет такая фактурная, фактурная у вас будет такая шапочка у этой запеканки. Поэтому будет смотреться очень здорово. Теперь смотрите, вот так вот посыпаю сыром опять. И ставлю в духовку, ну а где-то на 200 градусов, на 20 минут. Так, ну что, друзья мои, вот и промчались эти 10-15 минут, как и не бывало. Снова с вами я здороваюсь. Ребята, мы на телеканале Еда. Посмотрите, какую запеканку я приготовил. Кто не в курсе, кто к нам только что подключился, ребята, это запеканка. С рыбой, рисом, треской и сыром. А, посмотрите, какая красота. Поэтому эта запеканка сейчас будет остывать. И в то время, пока она будет остывать, ко мне, я чувствую, уже врывается просто Алена Изюмская, с которой мы поговорим о чем-нибудь интересном, приготовим вкусный чай и сделаем быстрый десерт. Здравствуй. Алена Изюмская. По образованию повар-кондитер. Французскую кухню знает на отлично. Имеет опыт работы с амелье. Ты голодная? Да, конечно, очень вкусно пахнет. Ты знаешь, что это? Там хлеб есть, я вижу. Хлеб, всему голова. Сыр, всему голова. Сыр, да, и помидоры. И томаты. Хлеб, посмотрите, какая корочка. А внутри, знаешь, что треска и капуста. Ты пробовала такое сочетание когда-нибудь? Свежая капуста у тебя там? Да, белокочанная. Такое не пробовала, но с квашеной капустой рыбу ела. И как тебе? Это было интересно. Это традиционное, оказывается, русское блюдо. Последствия были? Слушай, кстати, нет, я же молоком не запивала. А, вот так. Я понял тебя. Что это? Хорошо, Ален. Ты меня пугаешь. Ален, смотри, значит, я сейчас выставляю сюда ингредиенты. Это лягушечная икра. Я поняла, я должна угадать, что ты хочешь из этого приготовить. Я? Ты должна угадать, что ты хочешь из этого приготовить? Давай так вот говоришь. То есть вот так, да? Да. Короче говоря, короче говоря, смотри, значит, основное блюдо я приготовил. Я теперь предлагаю нам с тобой вместе дружно приготовить десерт и чай. Ты мне вот там в кулуарах сказал, Володя, я краем глаза видела, что ты чай готовишь неправильно. Так себе. А я, типа, научу тебя, как готовить правильный чай. Да, так и было, так и было, правда. Правильный чай? Конечно. В правильной посуде. Кстати, что касается посуды. Она фарфоровая? Она фарфоровая? Идеально. И чай мы сегодня будем с тобой подавать в сервизе от Дулевского фарфорового завода. Это, друзья, настоящая классика. Сервиз «Красавица» в 1937 году получил золотую медаль на выставке в Париже. Он расписан вручную в стиле «Агашка» и является одним из самых узнаваемых дулевских сервизов. Этот и другие сервизы вы можете найти на официальном сайте Дулевского фарфорового завода. Ну, а нам с тобой ничего не надо находить, потому что этот замечательный сервиз у нас здесь. Поэтому он и я, мы готовы для того, чтобы ты показала, как заваривать правильный чай. Слушай, ну, это, конечно, не настоящая чайная церемония, да? Но я сейчас покажу, как чай завариваю дома я. Так. Мы меняемся местами. Так. Значит, немножко о себе. Ну, хорошо, давай. Да не буду, не буду, не пугайся. Бери, у тебя чайник горячий. Так, подожди. Кипяток, кипяток у тебя есть? Есть, кипяток, есть. Значит, так, надо погреть чайник. Так, как это сделать? Кипяточком. Наливай немножко кипяточка. Кипяточка, давай, наливай. Чуть-чуть наливай. Так. Так, хорошо. Надо его ополоснуть кипяточком. Так, давай. А зачем это делается? Расскажи. Вот это делается для того, чтобы чайник сейчас нагрелся. И когда ты туда насыпешь чай и нальешь кипяток, чтобы стенки чайника не забирали тепло. Так. Понимаешь, чтобы все тепло досталось чаю, чтобы чайный лист раскрылся. А не чайнику, да? Ну, естественно. Так, хорошо, сколько мне надо так делать? Да все уже, уже. Да твоим душевным теплом вообще еще все сильнее согрелось. Все, так, смотри, значит, ополоснули горячим кипятком, ополоснули чайник. А теперь? Да, теперь берем чай. Так. Значит, смотри, количество чая. Нас с тобой двое. Значит, нам надо положить раз, два, две ложки и одну на чайник. Три ложки. А если, как наши скажут телезрители, нет ложки? Нет ложки, то щепотка. Щепотка, смотри. Давай щепотку, давай. Раз, щепотка. На тебя, щепотку на меня, щепотку и щепотку на чайник. Щепотку на чайник? Да, это называется ложка на чайник, ну, потому что, да, надо отдать чайнику, чтобы было вкусно. Это какая-то секта чая, ребята. Да. Просто вот, ну, не меньше, не больше. Хорошо, три щепотки здесь дальше. Отлично. Мы туда что с тобой еще хотим окунуть? Так. Ну, вот, смотри, я хотел бы. Так. Ягоды свежие, мороженые. Отлично, подойдет. Ягодки. Ежевика. Ежевика. Не-не-не, они холодные, ты что, дружочек мой? Давай сделаем так. Извини. Ты сейчас заваривай чай, причем заливать нужно, желательно, не крутым кипятком, а градусов 98. Вот сейчас как раз столько, он остыл чуть-чуть. Только попробуй мне наврать. С какой руки лить? Справа или слева? Я не знаю. Это, ну, как бы, это не важно. Хорошо, наливаю. Ну, наливай. Все. Только немножко. Так. Стоп. Стоп. Вот черный чай лучше заваривать вот так. Ребят, смотрите, что происходит. Это называется чефир. Ты где научилась такому, а? Не будем вдаваться в подробности? Не будем. Не будем. Нет, тут смысл в том, что вот сейчас он должен раскрыться при маленьком количестве воды. Пока он раскрывается, смотри, что надо сделать с ягодкой. Я сейчас его жизни научу. Значит, надо сделать следующее. Надо взять мед. Мед. Надо взять какой-нибудь сотейничек. Сюда нужно окунуть мед, только не сильно, на четверочку, наверное. Я видела, у тебя был можжевельник. Что, куда ты его дел? Четверочка. Ты злодей, куда ты дел можжевельник? Так, все, поехали дальше. Так, смотри, короче. Значит, мед, ну, есть множество теорий. По одной из них нельзя нагревать мед больше, чем 40 градусов. По другой говорят, что уже можно, ничего там в меде не умирает. Так что давай... Новая версия, уже можно? Да, уже можно. Я не знаю, какая из них правильно, я не проверяла. Поэтому давай не будем мед сильно до кипения доводить точно. Градусов, ну, там, 40 давай его погреем. Мед просто в сухую, сюда. Да. Давай вот так сделаем, смотри, подожди. Так много на один чайник? Ну, а что? Он не успеет настояться сильно. Ну, а что? Это не мой можжевельник. На туда. Ну, хорошо. Между прочим, с этими ягодами три года еще готовить. Да, ну, давай поменьше. Бюджет это у нас, извини, тоже здесь неказенный. Ну, что? Хорошо, ладно, мед, поехали. Поехали. Да, хорош. Ну, и, короче, я бы дальше поставила на единицу. Поставили. Ну, и чтобы сейчас можжевельник, вот этот сушеный, немножко прогрелся в меде. Прекрасно. Чтобы он отдал меду аромат свой. Так, теперь что мы делаем? А поскольку у тебя мороженая ягода, давай ее туда же, потому что ее нельзя в чайник окунать, она температуру резко опустит. Опустит, хорошо, давай. Вот сколько, так. Сколько ты любишь. Вот так. Ну, давай. Все. Все, собственно, пусть оно там на единичке и немножко поставим. Немножко. Вот, а мы давай десерт готовим. Так, десерт. Что, у тебя, наверное, посуда есть, да, вот такая? Смотри, значит, что касается десерта. Так. Мы берем. Давай я нарежу вот это. Давай. Давай. Кубиком. А мы с вами поменяемся. Давай. Давай. Только ты следи тогда за можжевельником и медом. А я беру. Так, ты берешь. И огурт. Так, смотри, тогда персик кубиком. Мелким, средним. Средний, мелким. Так. Смотрите, значит, что я здесь делаю. Что ты там наделал? Чеа-пудинг. Чеа-пудинг. Не пугайтесь, ребят, не пугайтесь. Это семена чеа. Так. Очень полезная, кстати, штука. Так. Я вот эти семена чеа добавил в йогурт. Так. И добавил немножко меда для сладости. На самом деле, очень много еще часто делают семена чеа. Очень вкусно с кокосовым молоком. Заливаете кокосовым молоком. О, да, это вкусненько. Убираете это все дело в холодильник, и у вас на следующее утро получается прям такой реально пудинг с семенами чеа и с молоком. Потому что чеа, они когда разбухают, они, знаете, такие становятся как-то такие, как тебе сказать, очень плотные, они склеивают всю текстуру. Теперь накладываю вот сюда пудинга. Так. Что касается меда, кстати, с этим. Там все нормально, я все выключила. Давай теперь я его в чайник высыплю. Давай, держи. Или ты высыпешь. Пожалуйста. Я могу, да? Спасибо. Ты мне доверяешь. Да, конечно. Наконец-то. Но ты помнишь, да, доверяй, но проверяй. Поэтому я слежу за тобой. Ты знаешь, все будет хорошо. Хорошо. Я буду рядом. Хорошо, хорошо. Итак, у нас ежевичная варенье получается, да, здесь с медом и с можжевеловой ягодой. Слушай, я взяла и все вылила туда. Это будет очень сладкий чай. Ты готов? Я вообще сладкоежка, но я тебе могу сказать, что я сделал не очень сладкий десерт. А, да, прекрасно. Поэтому ничего страшного в этом нет. А вот эту мяту мы что с ней хотим сделать? Мяту? Да. Не знаю, что ты хочешь с мятой сделать? Ну, я бы кинула ее в чайник тоже. Ну, давай. Ты не против? На, вот тебе вот, тебе вот красоту, на. Давай. А вот это мне. Десерт готов. Так. Десерт готов. Вот такой десерт, между прочим, ребят, вот такой десерт можно есть. Я бы даже не назвал его десертом. На завтрак. Вообще классная штука. Для завтрака прям самое оно. Все. Ты меня наконец-то покормишь? Да. Теперь, смотри, теперь что я делаю? Теперь я беру лопатку. Вот такая у меня, смотрите, лопатка. Ой, какая там у тебя корочка слышится? Да. Угу, угу. Корочка будет. А хорошо. Я буду сейчас ее посыпать зеленью. Ну, конечно. И мне за это ничего не будет. Нет, тебе за это ничего не будет. Вот, я же знаю про это. Оп. Так. Смотри, какая она получилась сочная. Ммм. Долго ли умеешь-то? Да, вот такая запеканка получилась. Ребят, смотрите, еще здесь вот такая порция на шестерых человек. Пожалуйста. Так, ну что, давай, посыпульки. Давай, ты сам, сам, сам. Все, дорогие друзья, не будем тянуть капусту за кочан. Отправляемся к столу. Алена. Ты готов меня накормить? Да, хватит уже сглатывать слюну. Я уже вижу, что я очень голодная. Давай пробовать уже. Давай. Что у нас здесь с тобой получилось? Давай. Ай. Прям все такое нежное. Капуста с рыбой. Ну давай, так. Так, ну-ка, рассказывай мне. Так вкусно, в кого ты влюбился? Хочешь, кажется, присолено? Ну хорошо, так посолено. Да не, вообще, я бы еще досолил. Да ты что? Серьезно тебе говорю. Тебе дать соль? Серьезно тебе говорю, вообще по соли, мне кажется, идеально. Ну-ка. Ну да, а ты чего? Ладно, ладно, все хорошо. Очень вкусно. Дайте воды. Как тебе сочетание, скажи? Это я тебе отомстила за все. Скажи мне, как тебе сочетание? Слушай, на самом деле, если честно, я думала, что это не сочетается. Но это очень вкусно. Ну это необычно, ну что тебе еще сказать? Так, ребят, другого гостя можно сюда сейчас? Это прекрасное домашнее блюдо. Опять не так. Я не знаю, что ему сказать. Боже, ты такой гениальный. Как ты смог придумать это? Ну сочетание, скажи, капуста, сыр, там хрустящий хлеб сверху, там бам-бам-бам. Мне знаешь, что нравится? Вот я сейчас тебя похвалю, вот за что я придумала. Что ты взял продукт, который по запросу в интернете самый частый, чтобы приготовить из капусты. Но ты его соединил с такими ингредиентами, когда это будет беспроигрышно, прекрасно. Ты доволен? Я тебе знаешь, что скажу? Что? Честно. Больше ты меня не пригласишь. Ну это да, но дело не в этом. Я вот такую запеканку ем первый раз. Но не последний. Не последний, как ты, я так понял, по моему взгляду. На самом деле, очень вкусно, дорогие друзья, действительно очень вкусно. Жареная капуста, жареная рыба, специи, соль, сырок, сливки с яйцом, все это затянули. И сверху, конечно же, хлеб, как я вам говорил, поломайте сверху хлеб. Потому что вот эта корочка хлебная, этот хруст с томатами очень хорошо здесь сочетается. Поэтому вот такие простые продукты соединены были сегодня вот в таком блюде. И мне кажется, что это реально беспроигрышный, хороший, такой доступный вариант для того, чтобы можно было бы удивить и себя, и своих домочадцев. Алена, чай по твоему фирменному рецепту. Правильный чай, ребят, правильный чай. Он так и называется. Правильный чай. Ой, какой цвет. То есть ты хочешь, чтобы я прервала процесс поедания? Надо запить. Ну, ты знаешь, что самое интересное? Ну, не сухая она получилась. Вот, вот это очень вкусно, то, что она такая сочная. Потому что знаю, что приготовить рыбу сочной, это все-таки надо уметь. А в запеканке особенно. Да, да. Это правда хорошо. Не надо. Ммм, как пахнет, как пахнет. Ты знаешь, я не могу отличить правильный чай от неправильного, но вот это вкусный чай. Это вкусный чай. Вот прям просто вкусный чай. Я можжевельника не чувствую. Я тебе говорил, больше сыпь. А ты, нет, не надо больше сыпать, этого хватит. Ты сказал что-то другое, по-моему. Слушай, очень хороший, очень хороший, такой, знаешь, прям вот ягодный чай, очень вкусный ягодный чай. Так, ну что? Так, теперь че-пудинг. Че-пудинг. Кто этот человек? Че-пудинг. Я вообще не слышала, я не услышала сразу, что ты говоришь че. Я подумала, что ты говоришь че-пудинг. Я думаю, это что-то... Че-пудинг. 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 Хорошо. Там мед, да, похоже, не сахар там, там мед, наверное, да? Ну, это вкусно. Если честно, я вообще не использую че дома. Я, видимо, далеко от здорового питания. Да не знаю, но поскольку я люблю вводить новые продукты... Куда? В питание детей. Ты знаешь, я возьму на вооружение это обязательно. Между прочим, мне подсказывает редактор сейчас, что че очень полезны для ногтей и волос. Девочки, ну вы поняли, да, что с этим делать? Они же будут втирать волосы. Ну нет, через рот, ребят. Как ты так быстро все съел? Ну, короче, это вкусно. Это компания хорошая просто. Короче, это вкусно. Это вкусно. Это вкусно. Владимир Михайлович, какой вы молодец. Спасибо большое. Дорогие друзья, вот на этой вкусной ноте я позволю себя с вами попрощаться. У меня в гостях сегодня дежурила вместе со мной Алена Изюмская, с которой мы весело провели время. Приготовили вот такую вкусноту. Правильный чай. Поэтому, дорогие друзья, смотрите телеканал Еда. Будьте здоровы. Я желаю вам приятного аппетита. И до новых встреч. Пока. Пока.